Смотрите машину, угадай. Марку модель. Мне кажется, это Тойота. Тойота. Правильно. В недетской викторине автомобилистам предлагали поучаствовать сотрудники ГИБДД сегодня в Иркутске. В рамках акции «Двойная профилактика» госавтоинспекторы останавливали водителей и приглашали взглянуть на последствия ДТП. Так выглядит скорость. Сейчас марку машины не узнать. На этой Тойоти Камре водитель вместе с пассажирами попал в страшное ДТП. В результате погибли люди. Непристегнутые ремни безопасности, выезд на полосу встречного движения и превышение скоростного режима – вот основные нарушения, которые допускают автомобилисты в Иркутской области. С начала года в Приангаре произошло свыше 800 аварий, в результате которых пострадали более тысячи человек. 107 погибли, 8 из них – дети. Выезд на полосу встречного движения может привести к самым страшным последствиям – в Иркутской области. По этой причине произошло 70 ДТП, в которых погибло 27 человек. Но часто водители игнорируют правила дорожного движения. В том числе у многих из этих автомобилей перевозятся дети. И в рамках данного мероприятия мы в том числе напоминаем о правилах перевозки детей, о необходимости пользоваться ремнями безопасности, о соблюдении скоростного режима, а также о запрете выезда на встречную полосу. Сотрудники ГИБДД на постоянной основе проводят профилактические рейды и акции. Сегодня выбрали новый формат. Место для проведения акции выбрали не случайно. Здесь, на Качукском тракте, на выезде из Иркутска с наступлением лета увеличивается транспортный поток. Люди целыми семьями и компаниями выезжают к месту отдыха. И такой ажиотаж наблюдается почти на всех загородных трассах области. Некоторые водители у нас ездят не пристегнутые, а также используют подобные заглушки. Хочется напомнить им, что использование ремень безопасности обязательно. Ремень безопасности может сохранить вашу жизнь и здоровье. Особенно вне населенного пункта, где скорость заметно выше. Также автомобилистам сотрудники МЧС напомнили о действующем в Иркутской области особом противопожарном режиме. Выезд в лес в ближайшие две недели запрещен. По словам огнеборцев, ситуацию с возгораниями усугубляет еще и тополиный пух. Его нередко поджигают дети ради забавы. В связи с этим может произойти, конечно же, все, что угодно. И вот с этой акцией мы говорим людям, чтобы такого не делали. Также, чтобы не бросали незатушенные покурки, спички из окон. При сильном ветре не разжигали костры, потому что это тоже может привести к детстве. Малена Мартынова, Иван Прокудин. Новости. Сейчас.